Пора идти или нет, светофор на улице Воровского около 60-й школы работает своеобразно. На это обращают внимание не только пешеходы, но и водители. Люди не понимают, когда можно переходить дорогу. Подробнее об этом и не только расскажет дежурная по городу Екатерина Кудрина. Сохранение чистоты – гарантия здоровья. И этому правилу придерживаются многие кировчане, включая жители Ленинского района. Они следят за порядком, регулярно выносят мусор, хотя это не всегда удобно. На улице Володарского мусорные баки установлены под наклоном, к ним сложно подойти. И это еще полбеды. Попасть контейнером в этом районе довольно непросто, так как нужно выходить на проезжую часть, подвергая свою жизнь опасности. И только потом можно прийти на площадку, чтобы выбросить мусор. Чтобы мусор было проще выкидывать, жители предлагают перенести контейнеры на перекресток улицы Володарского и Копанского переулка. Однако эту идею в администрации Октябрьского района не поддержали. Там ответили, размещение площадок для контейнеров в этом месте не предусмотрено. Власти предложили переделать саму площадку. Есть к чему присмотреться и на улице Мопра, например, к тротуарам. На этой территории положили новый асфальт. Однако, если пройти чуть дальше, то про следующий участок как будто бы забыли. Здесь оставили старые плиты, по которым идти довольно сложно. Но эту проблему так просто не решить. Как рассказали в администрации, участок относится к придомовой территории и решение о ремонте. Тротуары должны принимать только собственники квартир. На улице Воровского тоже проблемы у пешеходов, но немного другие. Светофор около 60-й школы вводит в заблуждение как водителей, так и пешеходов. После того, как красный перестает гореть, пешеходы машинально выходят на дорогу. Но им рано это делать, ведь для водителей еще горит зеленый. Госавтоинспекции объяснили, почему светофор так настроен. Светофорный объект на улице Воровского у дома номер 153 города Кирова работает в соответствии с проектом организации дорожного движения. Чтобы перейти дорогу, пешеход должен нажать на кнопку назывного устройства, дождаться разрешающего сигнала светофора и, убедившись в безопасности, пересечь проезжую часть дороги. Инспекторы отметили, работу светофора Новоровского менять не будут. Если у горожан есть вопросы к функционированию световых указателей, они могут направить их в администрацию. Екатерина Кудрина, Алексей Зырянов, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.